У нас на сегодня 200 с лишним тысяч активных пользователей. Это для нас просто рекорд. Мы просмотрели, из каких стран у нас есть посетители. Подозреваю, что все это граждане Украины, которые по каким-то причинам во время этого карантина остались за рубежом. Украина, Германия, Великобритания, Соединенные Штаты, Россия, Нидерланды, Польша, Молдова и Латвия представлены. Проанализировали города, из которых у нас есть посетители. Лидирует Одесса, это понятно, но Одесса занимает всего 36,5%. 24 с лишним это Киев. На третьем месте Днепр, Харьков, Херсон, Житомир, Измаил, Кременчук и Кривой Рог. Ну и задача, которую вы ставили, мы проанализировали всех наших выпускников 11 классов. Это дети, для которых критично важно сейчас обучение онлайн, им поступать. ЗНО не отменили. Отменили государственную аттестацию для 4 и 9 классов. А 11 будут сдавать внешние тестирования. Среди наших выпускников есть 20 детей из социально незащищенных слоев, у которых нет ни одного гаджета. То есть дома... Те, которые будут сдавать сейчас ДНО. Да. И у них дома нет ничего. Поэтому по вашему распоряжению мы предлагаем этим детям приобрести такие планшеты, чтобы ребята могли... Мы посмотрели в розетке, нашли такие же точно, 3960 гривен. Мы дошли на складе по 3490 гривен. Они будут со всеми документами, как это должно быть. Но люди, которые работают оптом, услышали, какая задача стоит перед нами и, в общем-то, пошли на то, что делают для нас скидку. Сколько мы 20 покупаем? Да. А каким семьям? Кто это? Это есть дети из многодетных семей, которые относятся к малообеспеченным при этом. Все 20 это малообеспеченные семьи. Но у разных есть еще дополнительная категория. Есть ребенок-инвалид, есть ребенок из многодетной семьи, их там несколько. Есть дети, которые являются переселенцами, при этом малообеспеченные. То есть категории абсолютно разные, но все они относятся к льготным. Я хочу вас поблагодарить за проведенную работу, весь наш корпус, преподаватели, все, кто работал и сегодня работает на создание такого интересного материала. Мне очень приятно, что Одесса впереди планеты всей, что мы три недели назад запустили данный проект. А это говорит о том, что наши дети, находясь в самоизоляции, находясь дома на вынужденных, так называемых, изоляции, либо карантине, правильно его сказать, это не каникулы, я о том говорил. Смогут заниматься предметами, готовиться к экзаменам и вообще получать знания. Это большое подспорье родителям в том числе, когда не знаешь, чем занять своего ребенка в то время, когда он должен находиться в школе. Это большое подспорье. И еще раз хочу сказать всем, передайте всем, педагогам, директорам школ, всему педсоставу нашему Одесскому, огромное спасибо. Ну и вам персонально. Спасибо огромное за инициативу и ту работу, которой по праву мы можем сегодня гордиться. Потому что сегодня в нынешней ситуации все силы брошены, власти всех брошены на борьбу с коронавирусом. С теми, кто приобрел инфекцию, с теми, кто сегодня нуждается в медицинской помощи. Но жизнь продолжается, и те, кто сегодня Бог уберег, и они не болеют, они имеют право на жизнь и дальше получение знаний. Что мы и обеспечиваем. И здесь очень важно, что мы не ищем сегодня причины, по которым мы не преподаем. Есть причина, достаточно резкая. Вирус. Но надо искать способы. И вы эти способы нашли. Как это делать? Спасибо огромное. Спасибо. Ну начнем с того, что перед нами стояла серьезнейшая задача с учетом перспективы продления учебного года до 1 июля и наших климатических условий, которые не позволят нам посадить детей за парты в июне. Мы понимаем, что для нас очень важно вычитать планы и программы в течение этого периода онлайн, дистанционно. Поэтому, собственно, департаментом первые шаги, которые были сделаны, это еще было 3 недели тому назад, это выдача такой схемы рекомендаций для всех школ, какими сервисами мы можем пользоваться, как себя обезопасить и детей во время проведения онлайн обучения, и организация целого раздела дистанционного обучения на официальном сайте Департамента образования и науки. За эти 3 недели первое, что хочется сказать, это низкий поклон нашим педагогам, поскольку более 80% у детских учителей, по нашим данным, работают дистанционно онлайн. И на различных платформах проводят уроки, ежедневно загружая детей живым общением, получая обратную связь. Это самый перспективный и мощный метод, который позволяет нам не потерять время. Но сразу оговорюсь, что этот метод является правом учителя, он самостоятельно выбирает, каким способом ему читать уроки. И есть определенная часть детей, которые не учатся онлайн, их педагог не выбирает такую форму. Однако имеет возможность просмотреть уроки по всем темам, которые сейчас должны быть пройдены в школе, на официальном сайте Департамента образования и науки, уроки, записанные нашими одесскими педагогами. Это очень качественный материал. И даже если это не тот учитель, к которому мы привыкли в классе, все равно этот урок позволит ребенку услышать живую речь педагога, увидеть конкретные примеры и усвоить материал наилучшим образом. Следующий шаг, который сделала Одесса, это огромное спасибо нашему каналу Медиа-Информ, лично Игорю Николаевичу Покровскому они предложили совместно с Геннадем Леонидовичем, который дал поручение, Павел Владимирович, который это курировал, дали такую идею замечательную создать передачу «Одесса проводит урок». И Одесса уже три недели в эфире этого канала и в социальной сети, мы размещаем ссылки, публикует живые уроки наших учителей, записанные в студии данного канала. Это замечательная идея, которая сейчас очень популярна в стране, и мы сегодня размещаем расписание уроков, которые проводят киевские учителя, уроков, которые проводятся в Киеве, и это, собственно, ну скажем, всеукраинская тенденция. При этом наши собственные уроки от замечательного качества можно просмотреть на нашем сайте. Кроме уроков, родители малышей и дошкольников могут найти там занятия с воспитателями детских садов, а родители детей, которые нуждаются в услугах логопеда, дефектолога, услугах наших инклюзивных центров, они могут найти там ссылки на занятия с педагогами, логопедами, дефектологами инклюзивно-ресурсных центров. Безусловно, такую работу нельзя оставить без внимания, поэтому очень приятно сегодня было услышать слова от мэра города в адрес наших педагогов, в адрес департамента образования. Нашим сайтом сегодня пользуются практически все областные центры. Это очень приятно, мы видим, как растет количество зарегистрированных и постоянных пользователей. Более 200 тысяч ежедневно посещений на нашем официальном сайте. Люди пользуются уроками, это значит, что этот труд не проходит даром. И сегодня, собственно, мы поставили финальную точку в исполнении поручения, которое касалось детей выпускников из льготных категорий, у которых нет гаджетов. Это дети, которые будут сдавать внешнее тестирование, и, к сожалению, у них нет ни одного инструмента в руках, с помощью которого они могут просмотреть наши уроки, пользоваться ресурсами сети интернет. И сегодня мы докладывали Геннадию Леничу в исполнении этого поручения. Мы приняли решение, что те 20 детей, родители которых сообщили нам о том, что нет никаких средств связи у ребенка, за внебюджетные средства, мы очень благодарны тем, кто нам сегодня помогает, получат персональные планшеты и смогут дома пользоваться этими планшетами. Мы планируем, что они получат их уже до конца этой недели.